Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Анна Пашкевич. И сегодня мы приехали к фермеру, который живет и работает в Кличевском районе. Фермерское хозяйство называется Константа Арт. Фермер занимается органическим земледелием, выращивает огурцы, гусей, абрикосы, голубику. В общем, Артемьев Виктор Петрович, много говорить не буду, смотрите сами. Значит, фермерское хозяйство Константа Арт. Константа, потому что, во-первых, деревня Константов. Жена-математик Константа, это все-таки постоянное, очень сильно. Арт, ну, с одной стороны, мы проводили фестивали День Червяка. Вот, и артисты приезжали, это было вот. С другой стороны, мы Артемьевы, поэтому Константа Арт вполне логичное название. Вот, нашему хозяйству 8 лет. 8 лет назад я ушел из успешной работы в Кличевском городском колледже. Я работал преподавателем высшей категории. У меня два высших образования по специальности автоматизация сельскохозяйственного производства, инженер-электромеханик и инженер-преподаватель электротехнической дисциплины. В общем, ваши разработки, они нашли отражение и в патентах, у вас их минимум 4 патента. И все это связано с каким направлением? Это улучшение технической части конструкции газогенератора типа пинча. То есть, из низкосортного твердого топлива я получаю горючий газ, который горит с температурой 1200-1400 градусов. И при этом выбросы в атмосферу сродни горению бытового газа. А в золу выпадает примерно в 4 раза меньше золы, получается, чем при горении в любой другой эффективной печке. И этими разработками вы полностью отапливаете свое производство, все свои теплицы? Да, да. Стоит два газогенератора, которые полностью обеспечивают теплом. Три теплицы, теплые полы в теплицах, батареи на стенах для воздуха. То есть, вы замкнули цикл, разработали, внедрили, производите, улучшаете экологическую обстановку и оздоравливаете людей? Более того, шаг в сторону. Семь лет назад Министерство экономики привозило сюда вместе с проновцами, привозило сюда делегации со всей Белоруссии на тему, как у нас тут удачно все получается. Вот. И приезжали ребята из Израиля. Вот. Значит, мне было много комплиментов и талантливый, и изобретатель, и так далее. Меня понесло, спасибо. Вот. И я говорю, ребята, дарю вам идею. Мне говорят, идеями прям фонтанируют. Я говорю, да, пожалуйста, мне не жалко. Говорю, я вот мечтал, чтобы у меня возле моего фермерского хозяйства, где-нибудь здесь, стояла майнинг-ферма. И биткоины штамповала. Говорю, дарю вам, ребята, пожалуйста, представляете, через два года читаю в интернете, что в Израиле построили майнинг-ферму рядом с тепличным хозяйством, отчеты тепло, туда качают тепло, а себя качают биткоины. Ну, не скажу, что у меня там кошка шкребанула, там что-то на душе, что-нибудь. Вы порадовались за людей? Я за людей порадовался, а про себя подумал, насколько же можно, так сказать, вот, и со своим сыном средним. У него производство эксклюзивное делает, глубочайшая переработка древесины, делает, выпускает лестницы для людей, вот на второй этаж, там и так далее. Самая сложная часть, это для них качественная древесина. Сын поставил здесь сушильные камеры, запитали от моих газогенераторов. Соответственно, у меня получается очень дешевое и экологически чистое тепло. Раз, никаких проблем с людьми, которые только раньше, только зимой приходили топить, а летом неизвестно где, проблемы с текучестью. То есть, постоянная качественная работа, снижение себестоимости, и самое главное, что и теплицы, и сушка древесины идут экологически чистым путем. 8 лет назад, я знаю, что существует, много лет знаю, что существует организация юных наций. Эти организации есть разные под, ну сказать, под крылом организации, типа там, например, ЮНЕСКО по культуре, по науке, вот, и есть организация развития, про ООН. Программа организации устойчивого развития в тех странах, которые в ООН входят, но не входит, например, Евросоюз. Они предлагают людям, инициативно людям из этих стран, внедрять разные новинки, как научные, так и общественные, и финансируют лучшие идеи, а не финансируют. Да, вы поучаствовали в этом. Да, да, это, с нашего района я был единственный победитель, и, значит, абсолютно, да. Но этот конкурс был республиканский, и в республиканском конкурсе с нашего района я был единственный, который добился результата. Вот, это был, ну, не будем целью про конкурс, но благодаря этому конкурсу, когда я к ним пришел на знакомство, я думал, что это все сказки, все это здорово, но в жизни так повести не может, такое не бывает. Чтобы, вот, термин очень плохой, но чтобы было понятно всем, что, ну, халявы не будет. Да, ну, о том, что халявы не будет, я понял, когда писал программу, когда писал техническую записку по обоснованию своей идеи. Ну, почему я там остался? Потому что, когда они проводили примеры, там, разных инициатив, да, у них прозвучало слово «теплица». Вот тут я стал самым устойчивым, самым целеостремленным слушателем о тех мероприятиях. Да, да. В подготовленном? Ну, может быть, потому что написание научной работы для меня несложно. Слушай, лук рос? Да, лук рос. Мы на лето посадили помидоры. В общем, было, да. Был, понятие было. И разработки, я не знаю. А учитывая, что у меня большой спектр научных работ по вермикультивированию, по газогенераторам, то я в качестве изюминки, инициативу по теплицам написал, что в качестве органических удобрений будет сопротивляться биогумус, вермикультуры калифорийской червей полученной, а для отопления экологически чистые оборудования, газогенераторы на низкосортном звердом топливе. Не вдаваясь в детали, мне дали грант. Не выпасывайте. Ну, слово сказать, мы построили две вот эти большие теплицы, вот эти вот, вот такие две теплицы мы построили. Причем мы купили вот материал, металл купили, поликарбонат, и сотню светильников, биосветильников для подсветки. Все, все остальное это наш вклад. Когда мы почитали свои вложения финансовые и физические, оказалось, что наш вклад более 55%, больше. То есть мы вложили больше, чем получили гранты. То есть халявы так и не случилось? Нет, так почему тут дело? Нет, нет, дело в том, что халява, мысли халявы были тогда, когда я не верил. А потом, когда я выиграл, очень многие, в том числе мои близкие, тоже долго не верили. Потому что с момента победы до момента получения денег, прошло там еще где-то чуть не полгода. И потом начались проблемы. Ну, о том, что мы составляли программу под один доллар, а инфляция и все остальное, скачок с двух рублей до трех, другой доллар стал. То есть там, да, это как-нибудь, да, если будет интересно, другую, ну не в этом дело. Поставили теплицы, сделали буртовое поле с червями, значит, сделали котельную. И, как ни странно, у нас вот эта наша идея с продукцией выстрелила. Хорошо, в этой теплице мы видим такое растение, как люфа, так? Ну, вкратце, все детство и молодость моя прошла с мочалкой. Когда мочалка из губки, это был страшный дефицит, редкость. А мочалка из люфы, это была быденность, как сейчас вот эта губочка для мытья посуды. Но эта мочалка, действительно, мочалка экологически, здоровый образ жизни. И мало того, что вот в таком состоянии она съедобна, вот такому вот, ее можно сейчас съесть. А когда она уже начинает набираться, желтеть, она превращается в настоящую мочалку. Вот, ну, у меня тут образца нет, вам показать. Дома у меня есть эти образцы уже. Просто это год прошел, уже все, что можно было, образцы все раздал. Вот, уже, вот. Значит, из нее получается мочалка. В прошлом году, в мае месяце, мы с женой нашли семена, в конце мая. Посадили, в конце сентября получил мочалку. В этом году вместе с огурцами высадил рассаду. Мочалка эта вот у меня плодоносит, и, как видите, все больше и больше. Там вот на заднем плане можно посмотреть, там, наверное, полуметровые есть плоды. Вот, то есть, как только она начнет сохнуть, я ее соберу, обработаю, и получится шикарная мочалка. Хорошо. А наши зрители могут просто посадить и вырастить себе такую мочалку? Рекомендую. Единственное, чего боится люфа, она боится конца августа и сентября заморозков. При заморозках прихватывается часть плода и начинает гнить. Поэтому это качество снижается. Поэтому, если можно уберечь от августовских и сентябрьских заморозков, то вы гарантированно люфу у себя вырастите или в открытом грунте, или в тепличке это будет. Ну, я в теплице рощу, потому что... Ну, это, опять же, рассадная культура. Высыпаем семена, как перцы, как помидоры. Когда? В какой период? Чем раньше вы имеете возможность посадить ее на постоянное место, тем раньше вы делаете рассаду. Лишь бы ее заморозки не били, и тогда проблем никаких. Ну, вот мы начали с того, что поставили по две кубовые емкости в каждую теплицу. Хорошо. Здесь всегда только вода или какой-то еще питательный раствор? Сегодня поливаем с этой емкости. Полили, перекрыли, наполнили водой. Завтра поливаем с этой емкости. Послезавтра прогреваем с этой, которая прогрелась. Вот сейчас мы пошли немножко более прогрессивно. Мы, например, вот в этой емкости у меня, вот видите, подведен от системы... Нет, вот он, вот он. Вот от системы отопления подведен контур для нагрева воды. То есть я сейчас не просто... Особенно зимой, когда солнце мало, когда температура низкая, мне за день температура поднимается где-то 20-25 градусов. Для полива, для капельного полива, который вот тут проложен, это идеальная температура для полива растений. Вот здесь у меня, в этом пакете, был свежий биогумус. Это фильтровальная ткань. Я насыпаю биогумус, забрасываю емкость, как пакетик с чаем. Нет, доверьме чаем очень далеко, но процентное соотношение и подкормка, и самое главное, этот биогумус, он дает бионасыщение полезными микроорганизмами в почву. Это более важно, чем какие-то там... Да, чем питательное... Тогда позволяет растениям взять из почвы то, что они без этих вот добавочек не взяли. Это один из моментов. Я в этом году применял, ну уже не первый год, второй год применял, настой крапивы. Тут у меня специально заросель крапивы есть. А она самая ранняя, которая дает листву. Я эту зелень вымачивал примерно неделю в закрытой емкости, чтобы запахов не было не очень... Да, да. И добавлял по ведру в каждую емкость при поливе. Ну вот здесь, вот видите, вот тут у меня... Можно показать, как я подвязываю огурцы. Вот у меня рассада огурца. Разумеется, когда она рассада, зависти здесь нету. Вот. Вот у меня рассада огурца. Она уже ложится, ее надо подвязывать. Традиционно мы делаем как? Мы берем традиционно вот веревочку, начинаем привязывать ее. Да. Да еще надо умудриться сделать большой такой узел, жесткий, но чтобы он был, так сказать, скользящий. не зажимающийся. Потом обвязываем все. Я применяю следующую систему. Вот так называемая клипса для подвязки растений. Она из себя представляет маленький зажим и защелку. Зажимом вот этим зажимается подвязка. А защелка вокруг растения. Получается, она вверх-вниз не идет. Она, видите, вот она держится. И растение свободное здесь большого диаметра может быть без всяких проблем. Я делаю следующим образом. вот у меня шпагат. Я его рукой немножко напрягаю, чтобы он был напряженный. Вставляю. Сюда вставил. Вот он. И защелкиваю здесь. Вот у меня получилось одно движение. Дополнительно оборвал усик. Раз в две недели я теперь... Два раза в неделю я буду это растение обвязывать вокруг веревки. Да. Ну, так же, чтобы уже не возвращаться к этой теме. Первые три завязи и три пасника, которые у меня получаются в пазухах, воздействуют. Я удаляю обязательно. В качестве основного аргумента. Как только у меня появилась зависть, вот, цветок, как только зацвел первый цветок, неважно, где он на первой, на второй, на третий, на четвертый, первый, сразу же резко останавливается развитие корневой системы. И начинается все силы приводить на этот плод, огурец. А когда я их оборвал, интенсивно растет корневая система. Продолжает расти биомасса растения набираться. В результате я получаю мощное растение к моменту того, когда могу позволить себе плодоношение. Хорошо. У вас такой красивый грунт. Прямо. Сам бы ел и ел. Это все? Ну, вкратце. Вермикомпост. Какой состав грунта? Значит, вот здесь вот, ну, как каждой теплице, третья часть местной плодородной земли. Третья часть торфа изначально было. И третья часть биогумуса. С торфом у нас сейчас проблемы, поэтому каждый сезон я на два погонных метра примерно высыпаю такой где-то 30-килограммовый мешок биогумуса. добавляю сюда вот. Ну, условно, на метр-два квадратных идет примерно ну, килограмм, полтора килограмма золы. Потому что зола, ну, все. Биогума зола, все остальное идет в виде жидких добавок, прикормок и при поливе и только при этом. плюс листовая подкормка огурцов, когда уже начинается подкормка, одновременно борьба с болезнями с сердителями. А какого рода борьба? Жесточайшая. Значит, я биопрепаратами обрабатываю растения, начиная со скрытия коробочки с семенами. Ну, пачку я вам показывал. Пачка семян из-под растений. Ну, вот, например. Вот в этой теплице у меня бьерн. Вот. Вот бьерн в этой теплице. Да. Это технология. Да, технология. Я достаю семена, высыпаю их в маленький мешочек или, так сказать, торбочку из... Нет, мальчика был у меня опыт такой отрицательный. Объясню, расскажу, почему. Высыпаю... У меня есть фильтровальная ткань, обыкновенная для молочной для пищевой промышленности. Вот как вот тот мешок с биогумусом. Высыпал, завязал и у супруги изъял использование на время ванночка для массажа ног. Там вибрация и пузырьки воздушные. Ну, знакомая система, да? Да. Женщины нам знакомы. вот эта самая сложная часть изъяла у супруги в данном случае. Значит, налил воды, отключил вибрацию, она не нужна, только оставил пузырьки. Значит, и туда добавил биопрепаратов. Ну, вот даже вот здесь у меня стоит упаковка, он, видите, из биопрепаратов. Препарат, видите, гумерост, наш белорусский. Вот он, видите, вот. Хороший препарат, я беру его, но я делаю смесь препаратов. Беру Экосил, беру Байкал, беру фитоспорин. Значит, по капле, и они у меня почти сутки здесь барботируют. У меня был опыт, когда я по ошибке, ну, по неопытности сделал более суток, ну, сутки были, ровно сутки, вот, в марле. Представляете, мое отчаяние, когда я марлю раскрываю, а они проросли, нет, ну, сутки всего лишь. Они выпустили корешки, и когда я эту марлю раскрываю, эти корешки обламываются. Да, они все равно выжили, практически все семена, эти, сходжи дали потрясающую, но это все равно потеря по телу и сил, потеря точек роста, потеря всего, то есть замедление определенное. Поэтому я применяю плотную ткань, куда, если не дай Бог, оно прорастет в процессе барботажа, чтобы оно не можно было достать без повреждения. Горшочки, вот такие использую горшочки. 500-600 миллилитров, не меньше, потому что из этих горшочков я высажу уже, рассаду почву, не делаю перевалку. Наполняю почвой, почва у меня следующая, значит, в данном случае 45 объемных единиц биогумус, 45 объемных единиц торф и 10 объемных единиц зола. Все это перемешивается, в процессе перемешивания они обрабатываются фитоспорином и другими веществами, что я свежими зимой раздобуду. Вот. А дозировка какая-нибудь рекомендуете? Я беру ту дозировку, которую рекомендую для внесения в почву, учитывая, что смесь условно влажная у меня получается, поэтому я, когда, я, будем говорить, засеваю фитоспорин при перемешивании, у меня тут же вот сегодня перемешивается, пока перемешивается, предыдущую перемешку мы в горшочке наполняем. И вот в этой теплице у меня стоят рассадные столы, я на эти столы заполняю, ставлю горшочки. И тут же, когда горшочки поставил, я тут же проливаю теплой водой, потому что здесь у меня емкость тоже с подогревом. Вот проливаю теплой водой. Уже у меня получается заряд микроорганизма, почва прорабатывается. После этого в теплице несколько дней, ну, понимаете, зима, на улице мороз. Все холодное, поэтому мне надо почву подогреть до температуры 25-27 градусов. Ну, оптимальный 22-27. Как только температура достигает, ну, 26 градусов достигла, значит, в горшочках делается впадина, глубина примерно 2 сантиметра, кладется в каждое семя, это довольно быстро. После этого оно засыпается. Температура, ну, не температура, семя должно лежать на глубине примерно 1,5-2 сантиметра, не меньше. Потому что, чтобы при взрывном росте корней растение кверху не выдавило, чтобы корневая часть осталась под землей. Это важно. Вот. И в таком состоянии накрываю пленкой, тонкой пленкой, как вы знаете, использую пленку, которая продается в строительных магазинах для накрытия мебели при домашнем ремонте. Она тоненькая, копеечная, очень технологичная, накрыл, на завтра, как правило, ну, 2-3 дня может быть, появляются сходы, то есть появился петелька. Сразу же пленка это снимается. И включается подсветка. И первые трое суток подсветка светит непрерывно. Для того, чтобы растения не вытягивались. При этом к третьим суткам у меня температура воздуха снижается до примерно градусов 20. Хорошо. Сколько рассада у вас обычно в рассадных стаканах перед высадкой желательно не более трех недель. Порядка 20 дней. Да, 20 дней. Понимаете, учитывая, что у меня идеальные, ну, для меня идеальные условия для растений, теплые полы, соответственно, я могу посадить раньше. Чем меньше растения мы пересадим на постоянное место, тем меньше стресс от переезда от всего. Потому что, когда мы берем этот горшочек, я беру из него растения, ну, давайте опять покажу вот на том бедолаге. Допустим, извините, допустим, вот это вот растение, которое мы получили рассаду. Я его за эти 20 дней 2-3 раза обработаю биопрепаратами. По листу? По листу, да. Потому что того, что я зарядил в почву, оно хватит до посадки, вполне хватает. Ну, сажу я в почву тоже подготовленную там в теплицах, но почва у меня заряжена. Здесь только не дается просыхать, идется полив. Вот. Полив должен быть такой, чтобы нижняя часть горшочка тоже была. Поэтому у меня столы, ну, я стараюсь их, ну, не по уровню, максимально параллельно земли сделать, они себя представляют микрованночку, то есть вода не стекает ручьем, она как бы распределяется по столу и питая нижнюю часть горшочка, да, чтобы, не корней, а чтобы, бывает, льешь, вот здесь промокло, а здесь все сухое, а корни равномерные. Когда вода поступает снизу, получается равномерное промыкание всей системы, значит, ну, это, я беру вот таким вот образом горшочек, переворачиваю, да, сначала у меня выкопана ямка, в ямку засыпана щедрая горсть биогумуса, я стараюсь брать биогумус несортированный, в котором есть еще червячки, вот, и туда я его засыпаю, биогумус, а щедрая большая горсть, потому что рядом, бактерий никак не добавляйте, так биогумус это, да, значит, после этого ну, поверьте, ну, не поверьте, поймите, прежде чем копать ямки, у меня почва уже насыщена микроорганизмами, то есть, прежде чем, как только я включаю прогрев теплого пола в теплице, значит, я начинаю пролив, потому что за месяц-два у меня почва может пересохнуть, какая-то не была повода на улице, здесь всегда комфортно, почва пересыхает, я ее насыщаю влагой, насыщаю микроорганизмами, и вполне получается, что только вот свежих червячков с биогумусом я добавляю под корень, потом, значит, вот, как бы, вот горшочек, вот корневая система, ямка роется, как правило, в два раза больше, глубже, потому что горшочек червей, потом, значит, я беру, переворачиваю, удар по растению, и вот ком земли с корнями, значит, я опускаю в ямку, но опускаю я по семидоли, то есть, да, семидоли у меня лежат как бы на почве, их потом надо будет оборвать, убрать, чтобы они, чтобы никакие листы, части растений, кроме самого стволика, не касались почвы, вот, и растение, какой-то столбик стоит в земле, нормально, та часть растений, огурца, которая до семидоли, она очень быстро пропускает боковые корешки. Виктор Петрович, огурцы мы высадили, огурцы вегетируют, сколько раз за процесс вегетации вы их обрабатываете и чем? Я обрабатываю опять тем же самым биопрепаратами, которые использовал при посадке, плюс некоторые другие для борьбы с листогрызущими насекомыми, типа паутиноклищ, белокрылка. Обработка начинается примерно на 10-й день после высадки в грунт. Активная обработка. Мы посадили в грунт, мы сделали подкормку по листу, идет активный рост биомассы, появляются новые листы, которые ничем не обработаны, не защищены, как младенчики наруженные. Им надо дать защиту. Прививочка. Поэтому эта прививочка идет через обработку по листу. Норму можно на этикетке почитать, биопрепарат. Грубо говоря, не более, чем 50-60 грамм на 15 литров жидкости для приопрыскивания. Не более того. В среднем раз в 10 дней. Чем жарче, тем можно чаще, потому что больше площадь листа, лист разрастается. Это надо сделать. Ну, Бог говорит, для меня самое сложное, что это надо на регулярной основе. Утром огурцы собрал, вечером их продал, а потом надо не найти в себе аргументов, по которым ты сегодня не сможешь их прыскать. Если найдешь аргументы, что да ладно, уже завтра как-нибудь, еще что-нибудь, происходит затяжка. Надо обязательно завести себе журнальчик, и в журналистике записывать дату следующей обработки. и строго выдерживать. Тогда получается все, как только этот график сбивается, получается вот такой страх. Но вот этому огурцу, вот именно в этой теплице семена в рассадной горшочке были посажены в середине февраля. Вот те теплицы, куда мы с вами заходили, пустые, там семена были в горшочке для всходов посажены 25 января. первые огурцы в тех теплицах стали плодоносить примерно 20-го, 19-20-го марта. И где-то 23-25-го марта я получил первый товарный огурец, то есть тот огурец, который смог уже вынести продавать. То есть его хватило, чтобы вынести продавать, не просто вот. И с тех пор они каждый день у нас шла выборка. На прошлой неделе мы огурцы эти убрали, потому что массово огурцы пошли у людей и стало нецелесообразно выходить на рынок с этими огурцами. Спрос резко упал. Вот здесь мы еще не выкосили всю теплицу, потому что провели опыт по регенерации лозы, то есть мы ее максимально убрали, сухие больные листья по максимуму. Вот посмотрите, какая вот получается регенерация, видите? отрастают, новые побеги цветут, то есть вот, и есть еще такой небольшой интерес общественный. У меня огурцы регулярно покупают местный лагерь отдыха детей, пеневский лагерь, как его называют. Вот, поэтому для них собрать ящик огурцов два раза в неделю как раз вот этого хватает с запасом. И не жалко труда и как раз объем. Ну, а с другой стороны эксперимент по регенерации. Оборвано старое листво, оборвано лишние пасынки, их очень много накопилось. Сейчас, следующим шагом я вилами проткну грунт возле корней, примерно вот так вот вилы войдут, вот так вот, на таком расстоянии. И после этого я засыплю гумусом примерно 5-10 сантиметров поверх корневой системы засыплю еще гумусом. То есть я дам свежую струю выражительных огурцов. Ну, при необходимости до конца августа они мне еще могут плодоносить, потому что, например, в прошлые годы 10 августа я поставлял в закрывающиеся пионерские лагеря последние огурцы 10 августа. Значит, от паутинного клеща в начале сезона я использую фитосильвис. Вот он поступает в таких вот коробочках. Вот здесь вот их поступает вот 2000 особей. вот они поступают в вермикулите, такой порошочек легенький, и его ходишь и рассыпаешь по листикам в местах скопления паутинного клеща. Да, ну да, да. Получается, идешь вот так вот, вот так вот его чуть-чуть припудрил. Да. Они разбегаются по листу, уничтожают, поедают паутинного клеща, вот, и оставляют свое яичко. Одновременно с паутинным клещом, который тоже яичко оставил, появляется фитосильвис, который его съедает. Вот. Ну, жизнь показывает, что фитосильвис оставляет определенное поголовье паутинного клеща, чтобы не дать своей популяции погибнуть. То есть, как вот на прокорм. Поэтому, малые какие обстоятельства, изменение температуры, влажности, фитосильвис погиб, а паутинный клещ, он более... Восстановился. Да, восстановился. Поэтому погасить отдельные очаги можно. Для длительного периода, если, так сказать, немножко запущено, упущенный момент, то надо применять биосредство фитоверм. Оно настолько, ну, по крайней мере, я так, может быть, неправильно говорю, но я им обрабатываю абсолютно без маски, без всего, потому что средство безопасное. И я, конечно, повторяюсь, но у меня, по моим теплицам, мои внуки бегают. У меня, вот, меньшему внуку сейчас три года в этом исполнилось, значит, пятеро. Вот. И трое детей взрослых. Значит, представьте себе, вот он бежит, они огурцы едят, только дай. И что я ему скажу, дедушка попрыскал, вчера не ешь огурчик? Такого быть не может. Он смело, любой огурчик, я же не буду следить, он угрес или побежал там на лягушку посмотреть. Он съедает огурчик, и я абсолютно спокоен, зная, что никаких, только одна польза будет. А когда ребенок сам огурчик сорвал и сам съел, это ж не надо заставлять, но еще ложечку. Зрителям вы рекомендуете обрабатывать фитовермом с интервалом тоже раз в 10 дней? Нет, фитоверм, это не профилактика, это борьба. Уже борьба? Да, надо следить, как только появляются первые признаки, что у вас где-то есть. Делайте обработку по всем растениям, которые у степлица есть. Потому что вы можете пройти мимо, зацепить плечом паутиного клеща с листа, где видно, что он есть, и перенести его в края теплицы, где их гарантированно нет и не было до сих пор. И там его подсадить. Вы здесь обработали, а там будет новая вспышка. Поэтому обработка идет по всему объему, что у вас есть. Хотели бы наши зрители и мы тоже узнать, какие были сложности, какие существуют препятствия, насколько все окупаемо. Сложности я вам вкратце скажу такие. Большинство наших слушателей, видимо, знакомы прямо или косвенно с ольшанским опытом вращивания огурцов. Да. Вот. Ну, не будем скрывать, они применяют все достижения современной агрохимии. Абсолютно. Да. Но у них хорошо налажен сбыт. 50 фур каждый день отправить потребителям тысячи тонн. Это очень уважаемая работа, цифра и все остальное. И продукции надо много. Вот. У нас со сбытом огурцов оптом, ну, давайте сразу про экономику. Значит, я все, что выращиваю, в этот же день продаю в Кличеве. То есть, по большому счету, моей продукции людям не хватает. Вот. Я исходил из того, что если буду продавать по тем же ценам, что в ольшанах, значит, у меня должна быть прибыль. Это было, так сказать, нашим сыном такой расчет на это. Потому что оно не может быть, что по ольшанце выращивали огурцы и продавали себе в убыток. Однозначно такое не может быть. При этом нормально жить. И люди в хорошем смысле верующие, там не написано с ними себя, со своих детей, да и чужому человеку даром. Там не написано в этих верах, не издеваемых. Вот. Должно быть своим хорошо, и чужие должны быть довольны. Поэтому мы сходили из сцен ольшанских. Но при том объеме, что ольшанцы привозят, точнее, что в Кличо привозят ольшанские огурцы предприниматели, конкуренция невозможна. Потому что можно привезти и продать гораздо дешевле, чем купили один раз. При этом мы и не купят. И все, значит, я остался. Поэтому я исходил из этого, что цена за продукцию, что выращиваю я, она по-любому должна быть выше. Выше, конечно. Да, выше. Выше хотя бы по той причине, что у меня ее меньше. Потому что если бы я обеспечил наполняемость минеральными веществами полив, хотя бы наполовину, как в ольшанах, учитывая, что у меня земля молодая, новая, я бы имел гигантский урожай по сравнению с тем, что имею. Я в интернете слежу за коллегами, которые в разных частях нашего необъятного союза выращивают огурцы и знаю, когда они с такой же площади, если я собираю, например, пять ящиков, они собирают двадцать ящиков. Я могу сравнить и технологии, и все остальное сравнивать, что-то вывод для себя делаю. Поэтому вопрос цены. Но вопрос цены это вопрос покупателя. Если вот стоят мои огурцы, ну берем цену три рубля сейчас и ольшанские с два пятьдесят, разумеется, вы пойдете покупать ольшанские огурцы. Ну, кто-то, ну, чего тут этот мужик продает по три рубля, если он рядом по два пятьдесят. Вы вот новый покупатель, вы пришли. Вот, если вы понаблюдаете, увидите, что у меня по три рубля огурцы расходятся быстрее, чем у тех по два пятьдесят. Но это вы включили и сейчас. А представьте себе, восемь лет назад я вышел на рынок в Кличев, принес с собой несколько ящиков помидор и огурцов. Я вообще, у меня наша программа была рассчитана на то, что сто процентов у нас забирает Райпотребсоюз. То есть мы рассчитали экономику свою, что полностью будем сдавать наш вклад Райпотребсоюза, Райзага. А они уже по магазинам развозят. У нас был с ними договор заключен о намерениях, бумага подписана, эта бумага была представлена в ПРООН, значит, Министерство экономики, которое делали анализ этого всего. Вот. Но, как оказалось, не утрируя дословно, им не надо по сто килограмм моей продукции каждый день. Им надо раз в неделю полторы тонны сразу. Найдите разницу. Разницы никакой. Но сто килограмм каждый день, это каждый день свежая продукция. У меня первый год у нас были помидоры. Им не надо помидоры красные, сто килограмм сегодня. Им надо бурых, зеленовато-бурых, сразу полторы-две тонны. Они у них докраснеют, и они уже покрасневшие помидоры завозят в магазины, которые в магазины их продают. Ну, так система была построена. Сейчас, может, изменилась, что, но восемь лет назад была такая система. И у нас начались проблемы со сбытом. Небольшие. Мы стали продавать, прямо в магазины завозить. сразу мы делали скидку, сразу первые месяца-два я даже менял подпорченные якобы огурцы на свежие. Просто вот, вот у нас, вот видите, полкилограмма испортилось. Знаете, он килограмм замены этот забрал. Потом оказалось, ну, неважно, о хорошем говорю. Потом оказалось, мои огурцы не портятся. По двум причинам. Во-первых, они не портятся, потому что хорошие, качественные огурцы. Во-вторых, не портятся, потому что их моментально раскупают. Вот. И они не портятся людей, которые по ошибке их, значит, сразу не съели. Вот. Значит, и обзваниваю, или меня обзванивают завмаги, говорят, нам произвести столько-то килограмм. Я привожу, они приняли огурцы, говорю, вот тут я вам привожу, ну, условно, вы заказали 50 килограмм. Я вам привез 55. Взвесили все 55. Говорю, пишите, что приняли 50. Ну, мне, я фермер, мне эти килограмм туда-сюда, ну, абсолютно никак. Ну, мало ли что. Вот. Выписываю накладную на 50 килограмм. Там репорт через месяц, через два деньги мне вернет. Хотя, например, в Орловском колхозе они покупают только по предоплате. Ну, ладно, я ж тут местный, меня ж обижать нельзя, поэтому мне оплата через два месяца придет. Не важно, значит, огурцы сдал. Но я же не учел, что при таком, при поставке свежей продукции в магазин я абсолютно вычеркиваю из списка этих самых выгодополучателей систему Рейзага. Экспедитору, который не надо ездить в Ольшану, покупать огурцы, колдовщику, который их хранит, зав Рейзагу, который с процентов на этой продукции зарплату получает. Ну, это же правильно. Он же за эту зарплату получает, то, что вот они продукцию купили, а потом продали ее в торговую сеть. Ну, по большому счету. Вот. Поэтому, раз я их не учел, прошла команда Артемия огурцы не покупать. Вот. Я был вынужден выйти на рынок. Представляете, я с двумя высшими образованиями стою на рынке, раскрыв рот, значит, еще три года назад я на рынке видел бывших коллег своих, которые продавали домашнюю ерунду пенсионеры глубокие. Кто что продает, ну, люди, наверное, что себе занятие. Думаю, никогда я не буду продавать на рынке ничего. Вообще ничего продавать не буду. Никогда. А тут сам на рынок прихожу, вот такие глаза, весов нету, ничего нету, весы домашние такие, знаете, там, мне на граммы вставлять или фунт, или еще что-нибудь. Ничего не умею. Стою. Ага, напротив стоят эти зубры торговли. У них там помидоры, огурцы, ананасы, семечки, орехи, значит, все у них. А я, значит, с одними, с монокультурой. У них там по пять рублей. Ну, ладно, я по три. Потому что в Альшанах по два. Значит, я уже выгоду имею больше, чем Альшанский фермер. Я так рассуждал. Но я не учел, что продавец Альшанских перекупщик, перепродажа, значит, я ему конкурент, люди же ко мне пришли. Через полчаса ко мне пришел зав. рынка и зав. лаборатория рынка. И давать требовать мне документы, которые у меня были. Вот. Они сказали, ну, вам лучше, чем туда пойти. Там, где бабки, семечками торгуют. утревые. Вот. там лучше, там самое. Вот. Это была моя встреча с рынком, мое знакомство. Вот. Я... Не дружелюбная встреча. Да. Вот. Ну, сталь закаляется не только в этом. Значит, я был на Вобруйском рынке, был на Березинском рынке, Кличевский рынок. Вот. Это там, где вот я через это прошел. Но я уже прошел сознательно и следующим образом. Приезжаю я вот, ну, неважно, Кличевский либерезовский рынок. Расставил свои торговые принадлежности, огурцы. Ага. На рынке огурцы, неважная цена, но условно, 2,50 на рынке огурцы. Удли. Ребята, это первый раз. Я скромненько ставлю по 2 рубля. Разумеется, фактор цены однозначно, при всем, что разные продавцы, только у меня монокультура. У меня люди купили. Вот. Через неделю приезжаю опять на рынок. На то же самое место. У всех по 2 рубля. Ну, купили там, где можно, в первую очередь, купили там, где кроме огурцов можно купить там еще ананасы, помидоры, там еще что-то. Ну, и у меня вы купили. Я приезжаю опять. У всех по рубль 50, а у меня по 2 рубля. Я вот с цифрами сейчас не играю. Это я говорю не в абсолютных цифровозносителях. Разумеется, купили где дешевле. Кто покупал у меня второй раз, ну, третий раз, как бы, он уже купил где дешевле. Кто-то купил у меня. Ну, я все равно приехал домой без огурцов, потому что там раскопили раньше, у меня позже. Вот. Следующий раз я приезжаю, я продаю по 2 рубля, там продают по 2 рубля 20. Ну, раскупают у меня, потому что люди попробовали те огурцы более дешевые, и, как оказывается, для них цена не главный фактор приобретения огурцов. Они взяли у меня. В результате у меня цена на рынке остается самая высокая, но у меня, я первым с рынка ухожу, потому что раскупают у меня. Сколько лет вам понадобило, чтобы выйти в плюс? Ну, будем говорить, на второй год мы вышли в плюс, но мы еще года 3-4, так вот, сейчас уже 8-й год у нас, мы были практически по нулям, шли в ноль, потому что мы не умели распределить расходы. Получается, не у кого, вот, у нас было много расходов непроизводственных, так сказать, ну, непродуманных. Вот. То, что можно было не делать, мы делали, то, что нам посоветовали, вот, вот такая технологическая операция. Вот, потом нам надо было, вот, у нас, ну, извините, аж 4 гектара, и земля требует внимания. Например, мы начали землю обрабатывать, потому что, ну, утрирую, скажу, статистика республиканская требует, чтобы земля была обработанная, и чтобы была урожайность на земле. А у нас ни тракторов, ни комбайнов нету. Значит, надо технику нанимать. И когда мы собрали урожай овса, например, я посчитал, ну, откровенно говоря, ну, можно было деньги столько же купить, и не было бы вот этих забот. Из положительного, ну, у меня осталась хорошо, ну, обработанная, подготовленная земля. То есть, мы землю стали восстанавливать естественным вот этим вот травяным полем, соломой, подстилкой, и так далее. Все это вот, земля восстанавливается без химии. самое ценное, что, ну, проще протравить какими-то там раундапом, и, пожалуйста, поле чистое. Но это абсолютно не годится, если вот, когда колхозное поле рядом обрабатывается, неважно, подкормка или обработка поля, я закрываю все окна, чтобы, не паси Боже, ветром его гурцам ничего не занесло. Поэтому, раз мы заявили о том, что мы не просто заявили, мы на самом деле работаем по органической технологии. Вот. Я могу любому неверующему доказать, что мы органическая технология без сертификата. Главный аргумент, объясни, пусть бы кто-нибудь разобрался, зачем сертификат органического земледелия на данном этапе нужен в Белоруссии. Но активно же входят, а законы пишут, разрабатывают документы. Ну, согласитесь, если ребенок после девяти вечера без родителей не должен появляться на улицах, а после девяти не быть вообще, а у вас ребенка нет, то этот закон как-то вас не трогает. Правильно? Вот если бы наличие сертификата автоматически для сетей, которые покупают мою продукцию, продукцию фемера, делало ее хотя бы на 5% дороже, и она выставлялась дороже, и люди покупали, потому что на ней вот это клеймо стоит, армейское земледелие, а смотри, с клеймом берем, хоть она там и дороже на 10-20-30%, вот тогда бы этот документ имел смысл, имел смысл, носил бы его как орден, вот смотрите, у меня органическое земледелие, моя продукция идет на ура, потому что есть клеймо, а так как эта продукция приобретается сетями всеми торговыми и реализуется сугубо, как вся остальная, так смысла в этом сертификате нет абсолютно никакого. То есть на экономические показатели фермера, наличие бумаги ничего, да, в Могилевской области благодаря нашему законодательству деньги, которые я внесу на получение сертификата, мне вернутся, правда, потом регулярно придется лабораторные исследования проводить, вот, но это уже детали, но мне, чтобы получить сертификат, надо потерять время, отложить из оборота надолго деньги, вот, ну, почему я так дую на это все, ну, дую в смысле как на воду из колодца, чтобы не обжечься. По закону о фермерском хозяйстве мне, ну, как бы, положено бесплатное подведение электроэнергии, воды, электроэнергии, в законе там в первой шапке написано, сразу же все написано, вот, я ничего не получил, даже вот акт на землепользование выделяется, акт на вот это белги, проземы и так далее, бесплатно все делает, и когда мы составили бизнес-план, этих денег не было в расчете, за свои деньги мы, белги, проземы, я почти пять лет с ними рассчитывался, долгах был у них, отдавал это самым, значит, потому что министерство сельского хозяйства переграло правила и сказали, мы теперь деньги будем давать не всем фирменам, которые зарегистрировались, возвращать, а только тем, кто выиграет у нас в конкурсе, но у нас тема сейчас не про, я объяснил, почему я дую на сертификат, как, чтобы не обжечься, поэтому просто он никак не повлияет на мою экономику, сегодня, вот там, вы когда проходили по двору, когда зашли, видели мой ларек, этот ларек, ну, у меня аналогичный есть стол, я с этим столом в складную машину помещаюсь, я выхожу на рынки, меня люди знают, самое главное, знают мою продукцию, поэтому, вот это я, последний мой рывок, когда я последний груз отдавал, на рынке были 2, 2,50, я распродался за 3,50, вот, и, были новые покупатели, которым я, как и вам, говорил, не покупайте, пожалеете, а почему это мы пожалеем ваши грузы, да потому, что вы потом другие откажетесь есть, вот, и когда говорят, ну, вот вас в прошлый раз не было, а я в прошлый раз был, просто они пришли на полчаса позже, чем я уехал, я за час распродался, уехал, а они пришли позже, мы купили в магазине, или купили тут на рынке, так внук не взял, он попробовал, грызнул и сказал, нет, это, говорит, пластилин какой-то, есть не будет, я хочу огурца, вот, вот эти слова людей, они не то, что вдохновляют, окрыляют, они максимально, ну, какая может быть лучшая стимуляция, мотивирование для работы, вот, ну, разумеется, говорят, а почему цена высокая, я говорю, потому что сейчас лоза уже устала, огурцов гораздо меньше, а я в убыток не могу работать, если я не заплачу электроэнергии, не заплачу налоги, не будет чего заплатить зарплату, даже приехать не будет на бензин деньги, так спрашивается, какой смысл, пенсию я зимой свою закладываю, когда мне надо начинать сезон, потом уже возвращается моя пенсия, ну, вот, а теперь я понимаю, что это сделано с наилучшими намерениями, ну, я три месяца в году продаю свои огурцы, три-четыре месяца, потом будут ягоды, потом будет проще, ну, мне на три месяца я покупаю кассовый аппарат, а потом целый год плачу, я с КНО плачу, значит, за обслуживание, за все остальное, этим, и не пользуюсь этим аппаратом, но кассовый аппарат у меня есть, вот, и когда я очередь тормозится только потому, что я выбиваю на аппарат и, значит, эти чеки, вот, этот чек никому, кроме меня и налоговой, не нужен, пытаясь его всунуть, так это тот товар, который, это не, это не, чек нужен покупателю для того, чтобы вернуть товар, в случае его порчи, но, во-первых, не было случая, чтобы у кого-то испортили, а потом говорят, а ваши почему-то не портятся, вот у меня в холодильнике пролежали, 10 дней достал, и они не портятся, ваши огурцы, это не те, выращены с любой, выращены на земле, но как, обыкновенный домашний огурец, как на грядках растет, но на грядке он растет недели, 2-3 в лучшем случае, у меня растет 2-3-4 месяца, вот, потому что, ну, нет, я вру плодоносец, вот, поэтому, экономика, ну, она экономика, будем так говорить, подобрец, фермеру, который возрастом помоложе, по-любому, ему надо больше площади, немножко разнообразие, как вот Альшаны сейчас, у них даже кукуруза в теплицах растет, шире ассортимент немножко, есть такие фермеры, не только в Альшанах, вот, но у них сил больше, я по своему возрасту, мне вот этой энергии хватает, чтобы с успехом победить диван, и не прятать диван, это не мой диван, но если бы я был без фермерского хозяйства, я бы давно уже слег, ну, диван такая штука, что ни одного крепкого мужика победил, и не поднялись с него, поэтому физическая нагрузка, заботы, здоровые эмоции, когда вот, представляете, вот собрали, кажется, вот 10 ящиков, выходишь, у тебя эти 10 ящиков, лет за час, полтора, за два уходят. Ну, у вас столько энергии, столько запала, вот мы уже тут устали снимать, в хорошем смысле слова. Знаете, я все время вспоминаю две поговорки, одна классика 90-х, а одна переделанная вечная классика. Помните про лягушек, которые в сметану? Да. Так вот, переделанная про сметану, значит, одна сбила масло и выпрыгнула, это факт, а я переделала, она прыгала, 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 и утонула уставшей. Вот. Ну, а вторая, более жизненная, значит, жизнь захочешь, не так раскрячешься. Помните, особенно специальной охоты? Да. Вот, вот я, как та корова, бомбалюки, вот, хочешь жить, надо, надо стараться, надо. Надо дать вам должное, поблагодарить вас, попросить пожелания для зрителей канала, напутствия, для тех, кто будет смотреть это длинное-длинное видео. Ну, извиниться за то, что любопытство заставило досмотреть до конца, и они не получили то, что хотели, это во-первых. Вот. Во-вторых, понимаете, есть люди, которые пришли и ушли навсегда, а есть одно напутствие. Есть люди, которые, есть шанс, что тебя еще захотят увидеть или приехать еще что-нибудь. Поэтому, ну, жизнь такая штука, есть вопросы, задавайте. Вот. Не таите в себе неясности, а выясняйте, докапывайтесь до цели, добивайтесь ее. Ну, и самое главное пожелание, имейте, всегда имейте впереди какую-то пока недостижимую цель. Потому что, когда вы достигнете достижимую цель, ваше недостижимое перейдет в разряд достижимых. А там дальше появится опять какая-то как бы недостижимая сегодня цель. И покуда у вас эти цели есть, ваша жизнь продолжается и идет правильно. А когда цели недостижимых уже не будет, вот, тогда думайте уже где-то прикупить участочек на горшку. Не будем, будем говорить о четырех гектарах, будем вас благодарить, желать вам счастья и добра, всем зрителям процветания, очень надеемся на позитивный мир для всех людей. Да, спасибо. Спасибо вам. Спасибо.